Добрый день, уважаемые гости и жители нашей республики. Сегодня, 22 сентября, выявлено 179 новых случаев, подтвержденных ковид-инфекцией. Наибольшее количество традиционно в городе Якутске 116 случаев и в 25 районах нашей республики. Большее количество случаев в Тасунтарске 5, Алданский, Амгинске, Нерингринске, Татинске по 4, Аллаеховский, Верхнеколымский, Лемский, Уселданский по 3, Булунский, Верхоянский, Вилюйский, Кобяйский, Мирницкий, Среднеколымский по 2 случая и по одному случаю зафиксировано в Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Намском, Нерингринском, Амиконском, Оленёкском, Усмайском и Чуропчинских районах. Всего проведено тестирование за сутки 4879 исследований. Это практически полтора миллиона тестов за весь период борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в республике имеется в наличии свыше 501 тысячи доз вакцин, и первую вакцинацию получило 342 тысячи 949 человек, в том числе лица старше 60 лет, 64 и 558 вакцинированных. Вторую дозу получили 322 тысячи 221 человек, в том числе старше 60 лет получили полностью вакцинацию 60 тысяч 517 человек. Ревакцинировано на сегодняшний день 8 тысяч 929 человек, таким образом на сегодняшний день использовано 70% вакцин от общего объёма. Но, к сожалению, это всё равно составляет всего 47% от общего количества взрослого населения. Напоминаю, что сегодня у нас задача стоит вакцинировать не менее 80% всего населения, для того, чтобы прервать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции. Поэтому на сегодняшний день всё равно остаётся главная и основная задача – это провести вакцинацию, лиц, которые не вакцинировались, и, кроме того, начать ревакцинацию. Ревакцинации подлежат те люди, которые вакцинировались с первой дозы и прошло уже более полугода, либо же люди, которые переболели и также полгода уже прошло. Хотелось бы напомнить, что сегодня помимо коронавируса у нас идёт подъём ОРВИ. Если в прошлом году практически коронавирус вытеснил эргирепозную заболеваемость, то сегодня мы фиксируем по всей стране, в том числе и на территории республики, различные виды острореспираторных вирусных инфекций. И стартовала у нас сегодня тоже вакцинация против гриппа. Хотелось бы особое внимание обратить, что поскольку детей мы не можем прививать от новой коронавирусной инфекции, в том числе и люди, которые переболели недавно, поэтому настоятельно рекомендуем обязательно прививать эту группу риска. Это дети от 0 до 18 лет, это переболевшие, которые переболели вот только буквально месяц, потому что они наиболее подвержены заболеванию и снижению иммунной системы. Это лица старшего возраста, это все лица, которые работают в социально значимых учреждениях с большим контактным объёмом лиц. Для того, чтобы защитить себя в том числе от острых республиканных инфекций и коронавируса, необходимо получить данные виды вакцины. Мне хотелось бы сказать, что сегодня мы видим статистику, и да, мы понимаем, что люди, которые прошли вакцинацию, всё равно болеют, но по нашим цифрам это не более полутора процентов вновь заболевших, и чаще всего они не попадают в домоличную койку, либо тем более на трубку, так называемую трубку ИВЛ. Поэтому я призываю всех беречь своё здоровье, соблюдать все меры дистанцирования, соблюдать все меры, указанные в указе, в том числе ношение масок в общественных местах, для того, чтобы сберечь себя и своих близких. Всем здоровья!